Название лекции «Чарующее пространство городского пейзажа в России XVIII века». Я, в принципе, намеренно взял материал, который на выставке представлен совсем немного, для того, чтобы показать некие явления, примыкающие к тем экспонатам, которые находятся на выставке и явление, которое так или иначе связано с гипнозом пространства и именно с воображаемой архитектурой, хотя как раз я буду показывать пейзажи, которые воспроизводят существующую архитектуру. Мало того, как известно, и сейчас, и раньше пейзажи в основном ценились за точность изображения архитектурного ландшафта, поскольку их в виде гравюр чаще всего реже в виде живописных произведений покупали путешественники или высылали эти материалы в соседние страны, чтобы в известной степени пропагандировать достижения в области архитектуры национальной за рубежом. И с этими материалами мы тоже с вами будем ознакомиться. Затем эти функции были переданы фотографии, как вы знаете, открыткам, а нынче уже фотография, видео и так далее, и так далее, которые можно пересылать и распространять, так сказать, в сетях. Так что это тоже связано с современными требованиями, с современными представлениями о том, какой должен быть город. Ну и кто пришел раньше, они уже посмотрели на эту гравюру, очень большая гравюра, кстати сказать, в реальности тоже, изображающая усадьбу Федора Головина, усадьбу, которая была создана на берегах Яузы. От нее остались лишь части планировки, включенные уже в какие-то, так сказать, другие ансамбли. Единственное, что сохранилось, это дворец Лефорта в перестроенном виде, который также был в начале XVIII века дворцом Менщикова. То есть он принадлежал после смерти Лефорта Менщикову. Но я не для того, чтобы показать, что здесь изображено, хотя изображен, кстати сказать, выезд Петра I из усадьбы на Карете, и поэтому все здесь, кто ближе к Карете находится, лежат Ниц. Но одновременно выезд на оживленную улицу, и здесь можно говорить о своеобразной энциклопедии жизни, ну, по крайней мере, немецкой слободы. И тут наряду с этим выездом мы видим какое-то, так сказать, гуляние народное с ряженными. Так что это картина как бы жизни, картина, изображающая архитектуру. Любопытно, что она называлась перспективой. Перспективой, которую мы сейчас переводим как вид, и это, в общем-то, не имеет особого значения, если бы не некоторые обстоятельства, о которых мы сейчас поговорим. Очень хорошо видна Москва, такая своеобразная панорама Москвы. Вообще иногда и сейчас эти виды называются панорамами, хотя это не очень справедливо, потому что панорама – это изображение, которое окружает человека. Панорама еще не изобретена, она будет изобретена в конце XVIII столетия, но вот эти тенденции к панорамическому охвату пространства, они уже здесь ощущаются. Они характерны для стиля барокко, в котором, собственно говоря, и работает голландец Адриан Шхонебек, приглашенный Петром для того, чтобы возглавить гравировальную мастерскую в вооруженной палате. Ну, он в 1705 году умер, и поэтому эту доску, ну, это, да, афорт, то есть доска металлическая, эту доску уже продолжали гравюровать его ученики, включая русских. Ну, и перспектива, да. Ну, я надеюсь, что вы слышали о том, что такое перспективы, по крайней мере, могли проходить в школе или в каких-то, так сказать, учебных заведениях. Но все-таки коротко скажу, что перспектива позволяет изображать глубину. И это, конечно, изобретение эпохи Ренессанса, это изобретение нового времени, поддержанного нового времени, поддержанного новым временем, культурой нового времени, потому что перспектива при изображении особенно интерьеров и пейзажей позволяет создать иллюзию пространства на плоскости. И здесь очень хорошо видно, что здания сокращаются в глубину. Если мы мысленно проведем линии, то они сходятся в одном месте, ибо вот эта вот передняя часть, как мы видим, она параллельна нижней части этого формата. сходится в одном месте, и вот эта, как ее называют зрительская призма, имеет свою вершину таким образом. Это вершина точка схода, точка схода всех этих линий. Она находится на линии горизонта. На линии горизонта, и мы здесь это очень хорошо как раз наблюдаем. Где-то близко, нельзя сказать, чтобы точно, где-то близко, вот здесь где-то находится эта точка схода, где-то близко к ней находится, и не случайно, столб Ивана Великого, который возвышается над всей Москвой, и, как известно, был самым высоким зданием. Ивана Великого, ну имеется в виду Иоанн Лествичник. Вы сразу ощущаете здесь и своеобразную символику, как некую связь земли и неба. Это чрезвычайно важно для городского пейзажа. Ну, давайте продолжим разговор о перспективе. Для этого, конечно, нам нужно вспомнить, как о ней думали в 18 веке. Вот Иван Федорович Урванов написал «Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода для учащихся, основанное на умозрении и опытов». И он как раз пишет, что перспектива научает нас начертывать предметы с избранного места так, чтобы они в рисунке такими же казались, в рассуждении расстояния и высоты, какими кажутся в самой натуре, чтобы дальние вещи в сравнении с ближними уменьшались правильно, как требует геометрия. То есть перспектива – это часть геометрии. И не случайно, если кто-то с этим столкнулся, он знает, что сейчас перспектива является частью начертательной геометрии. Есть, в общем-то, и такая связь с геометрией. Ну и обязательно, конечно, перспективы изучают там, где занимаются изображениями. До сих пор. Хотя кажется, что в этом отпала необходимость. Но по выставке мы можем судить, что современные художники очень хорошо знают возможности перспективы и этими возможностями пользуются. И если даже отрицаются эти возможности, то это отрицание становится эстетически значимым. Но мало того, в XVIII веке создается особый, как говорили тогда, род живописи. Ну, а значит, это имеет отношение к графике. Особый род живописи, который назывался перспективный. И вот мы видим, у того же Урванова написано в перспективном роде употребительные предметы, то есть, что изображает перспективный род. «Суть – хромоздательная и гражданская архитектура, как внутренняя, так и наружная, при совокуплении людей и прочего, что внутри или во внешности, как то на улице или на реке случиться может». Ну и так далее. Там довольно много об этом написано. То есть, сейчас у нас пойдет как раз речь о перспективном роде живописи, начиная с Петровского времени. А поскольку в Петровское время живопись этого рода не была достаточно развитой, то мы остановимся на гравюре. Несколько лет спустя, после создания гравюры, изображающей усадьбу Головина, Алексея Федоровича Зубов, вместе с пасынком, кстати сказать, Шхонебека, создают по заказу Петра, специальному заказу Петра, торжественное вступление русских войск в Москву после Полтавской победы. Я вам показываю первый вариант. Он был не закончен, почему-то не понравился Петру, как основному заказчику. Но, тем не менее, это оригинальный оттиск, то есть оттиск, сделанный еще в XVIII веке. Это тоже перспектива, и Петр об этом говорит, что нужно сделать перспективу, изображающую вот это триумфальное шествие и шведское все. То есть перед нами своеобразный такой парад победы после Полтавы, который проходил на улицах Москвы. Но мы видим, что Москва отдельно, а вот это шествие отдельно, потому что нужно было очень наглядно показать, как располагались арки триумфальные, как проходили, в каком порядке вот эти колонны людей. И все это мы здесь можем увидеть достаточно точно. Мало того, видно, что все обозначено буковками, и предполагалось, что здесь еще будет описание всего, что происходит. Вот на этой стене или тумбе тут как бы двойное значение у нее. Но об этом мы сейчас говорить не будем. Обратим внимание, что все действительно сделано в перспективу, что ближе, то больше, чем дальше, тем меньше там человеческие фигурки или какие-то строения, включая арки. Но что любопытное, здесь как бы есть два подхода. Один, ну, довольно традиционный, то есть изображение по ярусам, для того, чтобы показать, как все происходило. Отсюда точка зрения сверху. Точка зрения сверху очень удобна, потому что можно показать большое пространство. Но эта точка зрения нереальная. Понимаете? Художник не мог вот в данный момент находиться на этой точке зрения. Умышленная точка зрения. И поэтому это мыслимый, в общем-то, вариант изображения. Здесь много воображаемого. Воображаемого, хотя представлено как документ. Именно это должно вот эти гравюры вместе с изображением, отдельными изображениями арок должны были посланы, ну, прежде всего, польскому королю Августу, как Петр написал в письме. И мы видим панораму Москвы, где уже вот этому столпу Ивана Великого, а был негласный такой, и гласный, в общем-то, указ не строить ничего выше. А тут в Москве уже построена Меншикова башня со шпилем, который вознесся выше Иоанна Великого. И это, конечно, в общем-то, было нарушение средневековых правил. Это уже новое время. Это уже своеобразный вызов вот этому запрету. Ну, кстати сказать, небеса покарали Меншикова, ибо в 1720-е годы, не помню, в каком точно, в начале 20-х годов молния ударила в этот шатер, не шатер, а шпиц, шпиль, и верхняя часть вот этой башни сгорела. Но горел, скажем, и шпиль Петропавловского собора, но его постоянно восстанавливали. Здесь же восстанавливать не стал ни Меншиков, ни тех, кто потом унаследовали усадьбу, и только во второй половине 18-го века перекрыли куполом, который, в общем-то, можем видеть и сегодня. А так, в принципе, в Вертикале как раз становится все больше и больше, и это тоже симптом нового времени. Москва становится уже обороченным городом по панораме и можно сравнить с другими европейскими городами. Но так или иначе в этой перспективе есть своеобразная борьба вот такой фронтальности, которую перспектива как раз и преодолевает и ухода в глубину, ухода взгляда в глубину, путешествия в глубину. И в этом не то чтобы противоречия, но особенности вот этих ранних изображений всякого рода шествий. Кстати, то же самое было и в европейском искусстве. Но для того, чтобы создать перспективу, нужно было ей заниматься. Это была наука и воспринималась наукой и конечно были свои специалисты в этой области, были свои авторитеты. Вот таким авторитетом был Андрей Апоцци, работа которого в 20-е годы переводилась как перспектива курьезная употребляемая у живописцев. То есть перспектива курьезная. Мы смотрим внизу по далию. Это странный, забавный, смешной, замечательный, любопытный. То есть она была, она возбуждала у человека некое любопытство. Она создавала эффект чего-то необычного. Во крайней мере тогда, когда она возникла, и это мы знаем по тому, как Бурнелеский делал свои опыты и как это все воспринималось. Современный словарь курьезный, курьезный переводит как примечательный, интересный, редкий, сложный, необычный, удивительный. И вот таким образом перспектива призвана создавать нечто удивительное, удивляющее, с одной стороны развлекающее, поэтому мы и подобные вещи видим на выставке, а с другой стороны открывающие новые миры, путешествия в новые измерения, и поэтому связано с тем, что мы называем фэнтези сейчас, то есть воображением, тем, чего не существует, но на наших глазах становится реальным. На самом деле название было очень деловое, мы видим по переводу 1936 года перспективу же описывая архитекторов, в которой излагается легчайший и быстрейший способ перспективного изображения всего, что относится к архитектуре. И вот эта работа была в общем-то авторитетной до конца 18 века у нас и ею занимали все, что обязательно занимался архитектурой, пейзажем и так далее. Вот подобные изображения тоже назывались перспективой, хотя здесь мы видим скорее все-таки господствует другой подход. Алексей Федорович Зубов, кстати, мы уже с ним знакомы, он был как раз одним из лучших учеников Шхонебека, он так его аттестовал. Вик Санкт-Петербурга, 16-й год, понятно, что заказ идет сверху, и это такой вот ответ на виды Москвы, которые существовали к тому времени, в который как раз и участвовали Шхонебек и его ученики. На нескольких досках такая гравюра, которую иногда тоже называют панорамой, это не случайно, потому что здесь очень важен взгляд слева направо по горизонтали или справа налево, как хотите. То есть взгляд скользит по горизонтали скорее, чем в глубину, хотя мы видим, что есть передний план, есть средний план, есть дальний план, есть дома, ближе и дома, дальше, но также ощущаем, что дома как бы стремятся повернуться к нам фасадами, как на архитектурном чертеже. Это тоже не случайно, потому что мастера перспективы не использовали вот эти архитектурные проекты и не мог не использовать и зубов, потому что вы здесь видите изображение Петропавловской крепости с башней, колокольней Петропавловского собора со шпилем, но к этому времени башня еще не готова была, не готова, то есть он изобразил то, чего не было, еще не было, но было в проекте, то есть он пользуется проектом, и таким образом на подобного рода гравюрах изображается очень часто будущее, а не то, что существует, то есть существующее и будущее тоже, и это становится в общем-то правилом для подобного рода гравюр. Здесь еще есть одна очень любопытная деталь, Сам Петр тут изображается в шлюпке вместе с женой. Вот здесь мы видим, вот эта вот точка, это голова Петра. И что, зачем он здесь присутствует? Ну, помимо всего прочего, он как бы представляет город зрителю, как он представляет этот город, уже почти готовый с его точки зрения. Прошло четыре года с того момента, как Петербург стал столицей в 1712 году. Он как бы напоминает о том, что он город сделал, как бы еще и для святого Петра. Он посвящает этот город святому Петру, своему небесному покровителю. Отсюда и важность изображения неба с аллегорическими фигурами, где эти самые фигуры разворачивают ленту с двумя вариантами названия – кириллицей и латиницей. Причем в варианте первом, то есть голландском. Санкт-Петербург пишется без тире, с буквой «х» на конце. Слово нужно сказать, что Санкт-Петербургом сначала называлась крепость, потом она стала Петропавловская, сначала она была Санкт-Петербург, а потом подарила свое название всему городу. Поэтому, когда Петр говорил «Санкт-Петербург и славное житие», и что Санкт-Петербург – это сущий парадис, то мы не всегда знаем, что он имеет в виду – либо крепость, либо город. Но очень часто это было и то, и другое. И так придумано. Но здесь мы видим, сколько кораблей больших. Вот таких больших кораблей, линейных, да? Три корабля, совершенно верно. А это один и тот же корабль, который поворачивается перед нами с разных сторон, как бы демонстрируя свои возможности перед глазами императора, а, соответственно, его свиты и зрителя. Только мы не знаем, как он называется. Знаем, что это самый большой линейный корабль – либо Москва, либо Ингерман-Ланд. И то, и другое чрезвычайно важно. Он поворачивается носом, он поворачивается кормой, он поворачивается боком. Как изображались корабли на кунштах. Они так и назывались куншт. Куншт – это изображение искусства, куншт. Кунсты корабельные. Был такой альбом, который очень ценил Петр. То есть это демонстрация зрителю вот этого нового военного судна, которое вот только-только, так сказать, обрело паруса, снаряжение, оснастку и демонстрируется всему миру. Потому что эти гравюры рассылались, в общем-то, по всему миру. Хотя, в принципе, можно было купить за большую сумму, за три рубля в лавке. Но и это не полный куншт, как тогда говорили. Здесь еще маленькие изображения было, 11, тех мест петербургских и подпетербургских, которые не вошли в сферу внимания художника здесь. А внизу еще было слово похвальное Санкт-Петербургу, довольно обширное. И тогда этот куншт был бы полный. И полный куншт стоил три рубля. Можно было купить в книжной лавке. И украсить стену. И, кстати, это было почти как монументальная роспись, потому что он был очень большой, этот куншт. Итак, мы уже видим, как важно изображение пространства. И в данном случае пространство горизонтально расстилающегося, как свиток. Но проходит несколько десятилетий, и побеждает иная точка зрения. Когда мы уже с самого начала, с самого переднего плана видим, что пространство разворачивается вглубь. И эта точка зрения важнее. Здесь я хотел сделать небольшое отвлечение в сторону того, с чем мы постоянно встречаемся в изобразительном искусстве. Это борьба глубины и плоскости. И целые периоды посвящены утверждению той или иной точки зрения, той или иной концепции. Так барокко очень любило иллюзию прорывы пространства, уничтожение плоскости. Классицизм, наоборот, он старался соединить глубиной плоскость. А потом пошли эпохи, особенно, скажем, уже ближе к нам, в начале XX века, эпоха модерна, которая, наоборот, очень ценила плоскость. И на этой плоскости очень часто делали некие орнаментальные изображения, если они даже не были просто орнаментом. Вот эта борьба существует до сих пор, и это мы тоже можем видеть на выставке. И это напряжение между плоскостью и прорывом пространства и дает нам и тоже эстетическое напряжение. В данном случае получился вот своеобразный такой прорыв в середине XVIII века, и художники с увлечением рисовали это пространство. Во многом это касается изображения видов Санкт-Петербурга, и в качестве примера я хочу вам показать несколько листов из альбома «План города Санкт-Петербурга» с изображением знатнейших Поново проспектов. Ну, обратите внимание на дату 1753 год. 1753 год. Минус 50 лет будет 1703 год. То есть время основания Петербурга. Никто не говорит о том, что юбилей. На самом деле, как бы к 50-летию. Но поднесли Елизавете Петровне, она в этот момент правила, как годовщине ее вступления на престол. Так что вот тут вот подсознание все-таки сидело. Впервые отмечали столетие, конечно, создания Петербурга. Но вот 50-летию сделали Петербургу, жителям Петербурга, ну и вообще всем жителям России такой подарок. Что собой представлял этот альбом? Ну, давайте тогда к самому замыслу. В это время президентом Академии наук был Кирилл Григорьевич Разумовский. Как вы знаете, брат Алексея Григорьевича, который по существу был мужем Елизаветы Петровны, императрицей. То есть фигура, конечно, очень влиятельная. Так вот, Алексей, Кирилл Григорьевич Разумовский предложил такой вариант. План, который, как мы видим, 203 на 137, план, собственно, города Петербурга, окружается, обрамляется вот этими самыми проспектами. А проспект – это есть перспектива. Кстати, проспект и проспектива, как ее тоже в России называли, еще и вызывает в памяти слово прозор, вот более древнее. И иногда перспектива как раз прозором и называлась. А прозор – это, помимо всего прочего, и прозрение – это еще и то, что мы видим в будущем. И отчасти, вы уже поняли, в гравюре это мы замечаем. То есть изображается, помимо всего прочего, не только то, что есть в Петербурге, но и то, что будет в Петербурге вечно. Так что давайте посмотрим, как могло бы получиться. Вот это, собственно, я составил из вот этих вот кубиков, которые реально существовали, гравюры, что имел в виду Разумовский. Вот эти виды должны были обрамлять образ всего Петербурга, ну, карту, ландкарту. Ну, к ландкарте мы еще вернемся, здесь тоже немало всего интересного. А пока посмотрите, вот эти большие проспекты, изображающие Неву, поменьше другие части города, причем точки обзора разные, где иногда точка схода находится ближе к середине или в самой середине, а иногда, как называемая, перспектива косая или диагональная, где точка схода, изображенная в здании, находится где-то за пределами изобразительного пространства. Это динамизирует. Пространство становится более динамичным, конечно. Но все-таки предпочитается точка схода где-то ближе к середине. Это придает изображению такую торжественность, торжественность, напоминающую нам о торжественном выходе императрицы на коронационных портретах. Ну, давайте посмотрим поближе. Весьма любопытно. Вообще, в какой-то степени напоминает аэропотосъемку, хотя, естественно, тогда ее не было. Так город никто не мог тогда видеть. Чуть-чуть позже, в конце XVIII века, когда появляется воздушный шар, вот так можно было увидеть Париж. Где, собственно говоря, эти воздушные шары первоначально и запускались. Попозже появляется в России. Тогда никак. Но, тем не менее, Лангкарды существовали и, так сказать, выпускали и так далее. Но в Лангкарде сохраняются еще черты, ну, того, что называют геометры аксонометрии. То есть изображение как бы сусаты птичьего полета. Ну, иначе, чем аксонометрия, но в каком-то объеме. Это хорошо видно по Петропавловской крепости вместе с Кронбергом. Но так изображаются только отдельные углы Санкт-Петербурга, отдельные районы Санкт-Петербурга, отдельные ансамбли, и убранные. Но не все. Все остальное – духи, графики, именно карты. Но любая карта в XVIII веке обязательно сопровождалась различными аллитарическими изображениями, прославляющие Россию и императрицу. Так вот, в этой части мы видим памятник императрицы, которого не было. То есть это тоже воображаемый памятник, который, в принципе, можно поставить, в принципе, может быть, и нужно поставить, но его еще нет. Да, вот это здание было, это здание двенадцати коллегий, но перед этим зданием мы видим, фрагмент я вам показываю, мы видим изображение памятника. На коне, да, стоит конный памятник, на постамете, здесь фигуры пленников и так далее. Это многострадальный памятник, который уже был отлит в это время. Памятник Петру Первому, расстрелив. Он никак не мог место найти в пространстве Санкт-Петербурга. Мысли там, 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 и везде не получалось. И вот один из вариантов рядом с двенадцатью коллегиями, а это было бы очень эффектно, потому что под набережной Невы сюда как раз шел канал. Его в это время еще продолжали рыть. Остановились только в девятнадцатом веке, и он так и незаконченный остался. Вот, так что тоже он здесь не обрел своего места, но изображается так, как будто он там был. И вот это тоже касается, ну, такое проектирование, да, своеобразное, касается и архитектурных видов. Как они делаются, эти архитектурные виды? Здесь, как вы заметили, часто упоминается имя Михаила Ивановича Махаль. Михаил Иванович Махаль, в принципе, был тоже картографом, рисовал карты. Он был также, занимался словорезным делом, то есть вырезал буквы и для гравю, и для изобразительных гравю, и для карт. А по своей охоте занялся перспективой. И помогал ему в этом Джузеппе Валерьяне, который приехал в Россию специально делать машины театральные, и писать театральные декорации. Но здесь он обрел и другие заказы. Писал плафоны, рисовал и писал плафоны. И был, в общем-то, учителем почти всех художников, которые занимались перспективными изображениями, включая Михаила. И это не серым показывает. Они разные по размеру. Изображающие небу, проспекты. Они действительно разные по масштабу. Находятся в частной коллекции и недавно только были опубликованы. Буквально несколько лет тому назад. Чем они ценны? Находятся сейчас в частной коллекции. Чем они ценны? Дело в том, что сначала надо было снимать вид, как тогда называли. Как мы сейчас снимаем фотоаппаратом. Снимали камеры обскуры. Это действительно предшественник фотоаппарата. Это такая, почему она называется обскура? Темная. То есть это была такая камера. Причем иногда это была камера-комната. Иногда это был такой вот ящик, куда можно было заглядывать, где были устроены линжи и проецировалось изображение на плоскости. Достаточно было это все обвести. Но на этом дело не заканчивалось. После обведения нужно было рисунок строить по законной перспективе. Затем этот рисунок отделывался. И после отделки уже предоставлялся гравюром, который уже создавали гравюру и таким образом делался пираж. Так вот, это один из этапов изображения. После съемки и еще до отделывания. И этим ценно это изображение. Все еще достаточно живо. Вот он прекрасно это видел, это перенес, но уже лишено геометрии. Поэтому это самый привлекательный этап, где мы видим прозрачность Невы, прозрачность воздуха, потому что существует не только линейная перспектива, когда вычерчивается, все поправилось, чтобы все, так сказать, выходило в глубину, но перспектива тональная, перспектива воздушная, перспектива цветовая. Цветовая здесь не используется, поскольку, в общем-то, это монохромное, одноцветное практически изображение, но два цвета. Один потеплее, лучше темнее, коричневый цвет, коричневыми чернилами. А вот тональная очень хорошо ощущается. Это правило, когда на переднем плане изображается вот такая темная полоса, а дальше, чем дальше, так светлее, светлее, светлее. И еще и световая перспектива, потому что на переднем плане мы видим больший контраст, чем между тенью и светом, чем в глубине. Там это скрадывается. Это создает эффект именно глубины, толщины воздуха и так далее, и так далее. То есть известная достоверность. Но также изображаются различные лодки, корабли, грибные суда и так далее, и так далее. И в какой-то степени, хотя здесь очень мало, то, что мы называем стафажем, то есть человеческие фигуры, которые Махай сам изображал, но на отделанном рисунке ему помогали специалисты в этой области. Все это происходило в рапорт Академии наук. Все это делалось не без воздействия, конечно, театральной декорации. Мы в этом с вами убедимся, когда посмотрим проспекты по рисункам Махай. А я представляю вам Валерьяне рисунком декорации оперы Китовой Милосердии. По-моему, это оперы не представлены на выставке. Правда, не очень внимательно посмотрел, но не было. Это именно опера-серия. Вот есть такой раздел выставки. Серьезная опера, металлогическая опера. И эти оперы создавались, вставились не случайно. Потому что мы... Что здесь наблюдали? Вот пролог написан Яковом Штейлином, он был замечательный запитатель вот этих всех смыслов. В этом прологе написано, театр является в темности чуть светлой и представляет запустилую страну, дикий лес и в разных местах отчасти начатое и незавершенное строение разваливающееся и разрозненное. То есть мы видим руину. Но это руина. Не результат действий веков, а результат недостройки. Своеобразный такой многострой или долгострой, как мы сейчас говорим. Но сделан в духе как раз вот этих самых руин, которые мы можем видеть на выставке. Что это такое? Это символ России, которую как храм начал созидать Петр, но потомки его непряжением своим оставили и только Елизаветинскую эпоху. И дальше по этому прологу мы видим, что унылые рощи превращаются в веселые сады, что появляются люди, работающие и создающие монумент Елизавете Петровне титул дней наших. Вот это возрождение храма величия римского в русском, российском варианте здесь наглядно в этой опере показывается. Ну и возвращаясь к проспектуру, нужно сказать, что довольно много людей изображают в Санкт-Петербурге, в обществе иностранцев. Вот, например, приглашенный, конечно, в Россию, например, датчанин, Кристофор Барселиус, изображает довольно низкий горизонт. Хотя видно, что у него тоже точка зрения возвышена над землей, но не особо. И большое место занимает небо. И это тоже не случайно, потому что такой мотив, мотив покровительства неба тому, что делает Петр, Санкт-Петербург, а это 1725 год, а это Петровский Петербург, был очень укоренен в мифологическом сознании. Создается метафизика Санкт-Петербурга, создается мифология Санкт-Петербурга. И одной из очень устойчивых мифологем является мифологема быстрого роста Санкт-Петербурга на болотах. То есть там, где ничего не было, вдруг возникает в общем-то европейская столица по масштабу, по характеру, по красоте и так далее. И вот эта мифологема была очень тесно связана с другой, которую Петр тоже чрезвычайно как бы оценил и старался внедрить своим подопечным. Это Тедор Первый высекающий из грубой скалы Новую Россию. Эти рисунки даже были в Петровское время, этот мотив использовался и этот мотив будет использован потом Фальконе, когда он создал свою понятную Тедор Первому. И во там постамент в виде грубой скалы. Это все относится. Автомарь Элигер чуть более позднее, Анинское время, изображает Петербург с высоты птичьего полета, где линия горизонта поднимается и теперь земля занимает в этом изображении гораздо больше места, чем, допустим, в Марселлиусе. Но, тем не менее, небо тоже видно. И вот при такой точке зрения тоже нереально. Она не существовала. Никаких колоколин не было, чтобы вот так Петербург осмотреть именно в этом районе. Но зато очень хорошо видно прошлое Петербурга. То есть вот они вот они эти дикие места. Мы видим горы, да, мы видим дикую местность, частично заросшую, частично голую и доставляющую собой топки и болота. И вот тут, как бы на наших глазах, ближе к небе, создается этот прекрасный город. То есть очень наглядно. Но действительно, даже в это время Гридьяковский писал, где болото и леса, что мы зрим, да, мы зрим прекрасный город. Мы зрим проспекты, мы зрим церкви, соборы, 12 коллегий и даже мост. Это единственный мост, который был через Неву, но он правда наплавной. Мост через Неву, все это было сделано буквально за несколько десятилетий. И это, конечно, должно поражать воображение зрителей. по сравнению с этой точкой зрения, точка зрения Махаева кажется близей тот, который имеет человек, стоящий уже на земле. Хотя Махаев делал, конечно, с какой-то высоты своей, рисовал, снимал проскекты, а потом прорисовывал. Зимой на Неве ставились специальная такая башенка, куда запирался и снимал виды, хотя эти виды летние. Или он снимал эти виды с триумфальных арок, с колоколем. И эти виды гораздо более реальные. Но что пропало по сравнению с Эльгера? Пропала наглядность превращения из болот Петербурга вот этого места. Оно скрыто за домами вот этих пригородов Петербурга. И Петербург предстает перед нами уже готовым городом. Но это остается в сознании. Конечно, все прекрасно это знали, и иностранцы постоянно отмечали, постоянно это соответственно муссировалось, постоянно об этом напоминалось, что было голое место, а потом был создан замечательный город. И здесь давайте обратим внимание на такую деталь. Вот посткамера изображается. Опять же, при изображении посткамеры пришлось пользоваться архитектурными чертежами. Почему? Потому что чертежи снимал, вернее, виды снимал Махаев начал снимать в 49-м году. А в 47-м вот эта башня сгорела, ее не было практически, ну вот эта вот верхняя часть этой башни больше всего пострадала, ее не было. Она была поставлена только в середине 20-го века, ну, как естественно реконструкция. А как ее воспроизводит так, как будто она есть. То есть вот то, что незакончено, то, что касается разрушения, то, что касается строительства, ничего на этих изображения нет. Как будто вообще строительная жизнь замерла. На самом деле, как вы понимаете, было нечто другое. То есть перед нами мотив идеального города. Идеального и реального одновременно. То есть это парадный портрет столицы импиль. Но вот этот размах, он носит и одновременно характер, конечно, своеобразной такой пропаганды, что ли, демонстрации размаха новой столицы и бесконечности российских пространств. Именно в это время Ломоносов написал свою замечательную оду, ну, там, на день вашести Елизаветы Петровны, где он представляет Россию в виде огромной фигуры, которая ногтем опирается на Кавказ, а ноги ее находятся в Сибири, даже, мало того, на Дальнем Востоке. Это тоже, в общем-то, некие ворочные представления. И этому соответствует, конечно, и вот этот размах, это бесконечное пространство. Очень важно, что находится в точке схода, символически важно. отсутствие какого-либо предмета ощутимого, да, зрительно ощутимого, еще более важно, потому, что в данном случае подчеркивается именно вот эта бесконечность пространства, как бесконечное пространство хамфилат, залов, допустим, царского дворца в царском селе, да, эпохиевского дворца в царском селе. Когда мы посмотрим в створ дверей, которые находятся на одной линии парадных залов, то мы конца этих залов можем не увидеть. И вот как строится эта барочная хамфилата, как строится и пространство вдоль берегов Невы этих проспектов. А так мы можем все здания угадать. Здесь мы видим здание Академии наук в Царицевском дворце, здесь мы видим, собственно, зимнюю резиденцию, но в данном случае уже Елизавета Петровна, хотя дворец построен был для Анны и Анны архитектором расстреля. Здесь мы видим Адмиралтейство, уже обновленное городовым петровским пенсионером голландским, который ездил в Голландию. Здесь мы видим писательскую церковь, которая тоже имеет отношение к Петру, ибо он родился в Деи Святого Писателя. И мы видим вот такое драматическое небо. И это не случайно. Не случайно, потому что тут представлена в общем-то российская история, довольно драматическая, непростая, и небо в этом смысле всегда является каким-то разговорчивым. Это не просто изображение такого пейзажа, это пейзаж, в общем-то, говорящий, как и само это нет. Ну, мы можем еще один момент наблюдать, сравнив с рисунком, рисунком, первым вариантом, что ли, первым вариантом, окончательный вариант в гравюре. Кстати, здесь обязательно изображался в центре Кажева из знатнейших проспектов, герб Санкт-Петербурга, надпись была на русском и французском языке, потому что отсылали за границу. Вот то, что хотел сделать Кирилл Разумовский, обрамить, обрамить вот это изображение, не получилось. Не получилось, потому что это было неудобно к рассылке. И сделали альбом, как обычно, в переплете и так далее. И эти альбомы рассылались в разные города, в разные библиотеки по всем, в общем-то, большим европейским центрам. Что мы видим на рисунке, хотел бы обратить внимание, и не очень хорошо видно на гравюре. Есть, но не очень хорошо видно. Видите, здесь падают лучи. Падают лучи, здесь они чуть-чуть обозначены. Но на самом деле это не просто природное явление, когда солнце может продаваться сквозь тучи, а это и в общем-то эмблематика. Потому что здесь как бы истина прорывается сквозь тучи, сквозь заслоны. И мало того, как правило, в иконах изображения, иконах, которые были уже и в гравюрах, иконы, это изображение небесного света. И это, конечно, обозначение покровительства небес городу. То есть как бы город благословенный. И это тоже нам нужно иметь в виду. Не случайно так выделяется шпиль, там же ангел с крестом, на шпиле Петропавловского собора здесь, что тоже случайно важен. Здесь изображается вид вниз по небе реки. И вот здесь очень хорошо видно, как сопоставляется Петровское время с Анинским, а в общем-то Елизаветинским. Потому что Елизавета Петровна сейчас здесь базируется в этом зимнем дворце. И таким образом перед нами как бы демонстрация развития Петербурга наглядная. На другом мы видели Адмиралтейского Петровского имени, Кунстангер Петровского имени. Так что перед нами наглядная история. Что еще интересно, вот нет случайно корабля здесь, здесь просто снующие туда-сюда корабли. Здесь все упорядочивается, есть своя иерархия как вот этих кораблей. не случайно вот это большое судно, ну в данном случае мы видим весла, на веслах идет, потому что ветра нет, ветра нет, и убраны паруса, и корабль идет как бы к себе домой, к нам, кормой, туда, уходит. и вот это было своеобразной ну своеобразной эмблемой, я вам ее еще покажу, изображающей мирное время. А наглядно это было представлено тем, что здесь вот есть здесь есть вклад военный Андреевский, он висит, он свернут, неразвернут, то есть это изображение мирных времен, то есть это мирный процветающий город. Ну и для того, чтобы дальше нам продолжить, хочу вам показать вот какие рисунки отделаны были. Махаев отделал, с этого делалась гравюра, и должно быть это все четко, четко передано, очень точно, как мы видим вот на этой гравюре. Ну и еще раз о корабле, корабль пристанище плывущий, желание его в горе совершаться, это уже эмблематика. И это же мы наблюдаем во второй половине 18 века в изображении Петербурга Федором Алексеевым, который уже делает классические перспективы вот с точки зрения обозначения жанров в это время. Только у него вот этот взгляд не вдоль перегов, а поперед не выйдет. Но он вот в этом гиде Петропавловской крепости дворцовой набережной 1793 года, он как бы изображает Петербург до Петровский, вот здесь на этом пустынном берегу, где в основном простые жители изображаются. Петровское время в виде грозной крепости, хотя этот вид крепость получила в чуть более позднее время, в конце 18 века. И этот темный силуэт сопоставляется со светлыми фасадами современности. Ну, это, конечно, экзаветинское строение, но тем не менее, это зимняя резиденция императрицы, это здание, построенное в Екатерининское время, Малый Эрмитаж, это Эрмитаж и Эрмитажный театр. То есть, это фасад империи, это главное здание империи, и об этом тоже напоминает здесь штандарт императорский. Небо, тучи расходятся на наших глазах, обнажая голубезни неба, обозначающие, опять же, мирное время. О мирности говорит, вот он корабль со спущенным планом, так же, как у Махаева. И тихое течение Невы, с прозрачными водами. Зачем нужны были эти прозрачные воды? Сейчас об этом поговорим. Но, вот интересно, на рисунке, на переднем плане был камень, он потом исчез. Камень это Петр, да, по-гречески. Поэтому, вот эта вот Петровская тема здесь появляется на входе Петропавловской Крепольской. И камень это та самая дикая, грубая Россия, которая на наших глазах преображается, да, вот в этот образ одной из европейских столиц, да, которая находится во главе, да, вот этой замечательной империи, достойной Римской империи. То же самое в другом виде, только здесь более, правда, более гладкое, буквально зеркало Невы. В Неве отражается здание. Некоторые исследователи сравнивают этот вид с венецианскими видами. А дело в том, что Алексей учился в Венеции и очень любил и копировал каналетто, прославленного мастера венецианских видов. И один из исследователей говорит, что здесь отражается Венеция. Вполне возможно. Но тогда по символике отражений, поскольку в Петерпутске здание выше находится, да, вот эта ось по горизонтали, а говорит о преимуществе, то есть это даже лучше, чем Венеция. Хотя Кетербург называли северной Венецией, и это чрезвычайно ценилось. Понимаете? Ну и московские Ирина Алексеева тоже весьма в этом отношении любопытны, поскольку мы можем сравнить с Кетербургскими. Здесь нет уже вот этого прозора, нет бесконечного пространства, пространственности, все более замкнуто, но одновременно напоминает театральные декорации. И смысл вот этих театральных декораций в том, чтобы показать своеобразную московскую годику, то есть средневековую. То есть то, что мы ценим, то, что там уже становится чрезвычайно дорого, хотя по пути он подправляет эти здания. Это наша античность, это наша, поэтому и руинированность Кремля, в данном случае, как стены, как и башни, здесь имеет еще и смысл сравнения с античностью, уподавлением древности античности. Так что здесь мы наблюдаем несколько иной подход. И колорит изменился, там он был свежий, плановатый, а здесь так, как изображают древности с таким вот золотистым оттенком. Стофаж здесь гораздо более подвижный и здесь действительно наблюдается ну, к своему ролу такие жанровые сцены. Причем здесь можно наблюдать представителей разных сословий и вообще разных и по характеру и по разуму людей, потому что помимо дворян, селян, священников, купцов, разумеется, потому что торговая площадь, здесь изображаются и разбойники. Кстати, на это не обращают внимания, вот здесь мы видим полицейскую руку, туда загоняют одного из тех, которых поймали, вот их здесь держат, и туда же палкой гонят еще двоих. То есть вообще представлена дается такая энциклопедия московской жизни дневной и ночной. Но я хочу обратить внимание еще на что. Утро, 8 часов утра, случайно ли дается? Конечно, самое оживленное. Но дело в том, что вот в этом изображении утра есть намек на утро новых властей, властей, какой-то Александр I. Это как раз и обозначение нового этапа, нового периода в российской истории. И это же мы видим в изображении соборных площадей в Кремле. Причем здание группируется как герои на исторических полотнах. Есть главный герой, есть второстепендию. Есть главный герой Куспенский собор. Почему? Подсказывает нам тенью и все линии идут сюда и тенью. Вот точка схода вот здесь. Это мы видим на прорисовке. Сейчас я вам покажу прорисовку. Но прежде я хочу обратить внимание. Вот старые здания, средневековые включая, да, сколоту Ана Великого, они как будто сделаны из слоновой кости с трещинками. То есть это старое здание. А вот сенат, построенный в конце XVIII века, да, он изображается светлым, белым. Это новая старая. И это подчеркивается светом. Ну вот прорисовка. Мы видим благодаря сохранившейся прорисовке, что все линии, вот они, к сожалению, на слайде они не видны, на самом деле они есть. Вот к этой точке, вот она здесь обозначена. Почему именно к этой точке? А потому что, как мы видим на других рисунках, на другом рисунке Алексеева с учениками, здесь находился трон, тронное кресло во время коронации. Вот именно на том самом месте, которое снаружи на том кресле и обозначается. И вот этот рисунок, ну он не очень совершенный, очевидно, ученики делали под руководством Алексеева, точно такая же композиция, как в картине, но изображается олиминация коронации Александра Первого. То есть и видимо к коронации создаётся и сама эта картина. но и ещё один мотив, который Алексеев как бы не сам нашёл, потому что ещё в середине 18 века тот же Махай, а вернее в середине 60-е годы создаёт эту гравюру на любую с другими, вид от Кремля из-за Каменного моста 64-го года и эта композиция чрезвычайно нравится Алексееву, поэтому делает рисунок как эскиз, а затем и картину. И в рисунке, и в самой картине мы видим, что Кремль он самый светлый здесь. И здесь нарушается правильное изображение пространства, потому что по лодбище он должен быть решён в холодных тонах, дальний план, а он даётся вот таким желтовато-золотистым, как своеобразное видение. И не случайно там вообще нет фигур, изображения людей, люди на мосту, люди на переднем плане, занимаются своими делами. И здесь такое впечатление, что на вот этом парочном мосту, напоминающем римские акведуки или биадуки, как бы опирается Кремль, как на вот собственно древнюю цивилизацию. и создаётся образ как бы небесного града. Не случайно он был очень востребован после войны 1812 года и неоднократно копировался в том числе на различных предметах. Потому что именно в это время Москва всё больше и больше сопоставляется со столицей как алтарь Отечества. И это особенно хорошо видно по мотиву памятника Минина Божарства, который был поставлен на Красной Площади Маркоса. И таким образом вот эта мифологема огромной фигуры она трансформируется в представление, что голобой является город, а сердцем России Москва. И соответствующий подход вырабатывается в видах по крайней мере в начале 19 века. Здесь начинает пространство сакрализоваться. Это не просто изображение видов Москвы, а это древнее сакрализованное пространство. И нигде нету столько церквей скажем в Петербурге. Там тоже изображаются церкви. Но чтобы они так изображались на так сказать особо почетных местах как московских видах мы в Петербурге не увидим. Ну и уже Покзановец напомню, что было много иностранных живописцев и они тоже подчинялись очень часто этой логии. Как например известный Джаком Акваренги петербургский архитектор в Москве очень мало построек известны они есть но их не очень много но а московских видов гораздо больше чем московских построек один из преснов подказ переной дворец 97 года и вот Акваренги тоже чувствует особенность московских деревностей потому что он находится в Кремле а потому что он изображает именно средневековые вещи поэтому все как бы становится фронтально пространство не уходит в глубину а строится именно от одной постройки другой только так мы прочитываем это привлекающее нас конечно пространство и увлекающее в глубину какие-то уголки и вот хорошо на Акваренге видно как нужно рассматривать древности вот эти фигурки уподобляются собственно зрителю этого листа потому что этот вот прекрасный вид обрамляется причем это наша античность поэтому на переднем плане мы видим некое подобное руин хотя никакой античности конечно в самой Москве не было и не случайно вот этот мотив напоминает римский мотив хотя это архитектура 18 века причем Акваренге вообще любил очень сдержанные цветовые сдержанные цветовые решения в своих архитектурных рисунках а здесь максимально многоцвет можно взбираться по ступеням рассматривая вот да с этих позиций с этих позиций с этих позиций можно это все рисовать и таким образом это своего рода автопортрет художника это подсказка того как нужно воспринимать эти вещи сравнить с петербургским видом более сдержанные более классические элегантные по цвету правда говоря он изображает в данном случае свое же здание здание им же построено но и чужие постройки в Петербурге он также изображает и здесь есть уже прозор здесь есть проспект мы здесь замечаем вот эту пространственность то есть уже конечно создаются своеобразные ну не скажем стереотипы а устойчивые представления о том как нужно изображать столицу и как нужно изображать Москву которая уже начинает соответствовать по значимости в сознании людей с Петербурга ну и наконец тот же Петербург построил этажный театр там он мыслил занавес причем занавес который нарисовал затем написал французский мастер Дуаен в виде храма напоминающего нам храм в Риме храм всех богов пантеон к которому ведут колоннады которых конечно времени нет украшается лестница ведущая в этот храм растральными колоннами которые скоро появятся на Васильевском острове на стрелке Васильевского острова то есть он в известной степени предвидит вот эту архитектуру как потом создавая вот этот храм памятник в честь победной войны 12-го года он в известной степени как бы дает толчок для образа храма на Воробьевых горах посвященном как раз войне 1812-го года храму сделанному спроектированному Витбергом но от которого потом откажутся и уже сделают храм места спасителя то есть вот эти архитектурные виды эти архитектурные чертежи очень часто прогнозируют какую-то так сказать линию развития создают пространство которое такую перспективу как перспективу развития культуры искусства и наконец прогнозируют путешествие по этому пространству как по пространству российской истории но я думаю на этом мы с вами завершили это небольшое путешествие спасибо спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...